Это учреждение работает на всю Сибирь и Дальний Восток. За 11 лет здесь прошли лечение почти 80 тысяч пациентов из разных регионов. В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования за год проводят около 9 тысяч высокотехнологичных операций на суставах конечностей и позвоночнике. Накануне центр посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Главе Минздрава показали новые операционные, оборудованные на федеральные средства, а также протестировали уникальную технологию операции с помощью роботов. Ее собираются внедрять на постоянной основе. Это возможность прогнозирования и точность установки конструкции. И следующее, там же огромная база данных. И робот, когда ты загружаешь и говоришь все данные по пациенту, я хотел бы установить такую-то конструкцию. Они говорят, по опыту, там не надо ставить эту конструкцию, потому что там остеопороз и все остальное. И тогда переходим на другие конструкции. Михаил Мурашко оценил, как в Алтайском крае реализуют нацпроекты за счет средств федерального бюджета. Так Виктор Томенко привлек около 9 миллиардов рублей на здравоохранение Алтайского края. Деньги были направлены на строительство и ремонт поликлиник, например, на строительство поликлиники номер 14 в Барнауле. Также деньги были выделены на строительство хирургического комплекса Центра охраны материнства и детства. Сочетание модернизации системы здравоохранения кадровой, обеспечение повышения квалификации медицинского персонала. Плюс сегодня мы готовим к открытию поликлинику в городе Барнауле, в таком высоко населенном районе, больше 110 тысяч человек проживает. Плюс информатизация, все это в конечном итоге и включает в себя модернизацию. Мы не только купили какое-то оборудование или покрасили стены, а именно от А до Я полный цикл должен быть отработан. Также на встрече министр здравоохранения и губернатор обсудили проблему кадрового дефицита в медицине Алтайского края. Задача ставится такая, чтобы дефицит и врачей, и средних медицинских работников нам постепенно преодолевать. Понятно, что быстро это не будет, но силы и возможности нашего государственного медицинского университета, наших учреждений среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, я думаю, что поэтапно нам позволят эту сложную ситуацию преодолевать. Важным итогом визита Мурашко станут крупные медицинские проекты, которые будут реализованы в Алтайском крае. Так Виктор Томенко обсудил с министром необходимость строительства нового корпуса больницы скорой помощи. Также в Новоалтайске наконец-то завершат реконструкцию тубдиспансера. И еще одним итогом встречи станет строительство нового корпуса онкодиспансера. Михаил Мурашко пообещал включить эти объекты в федеральные инвестиционные программы. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком.